Здравствуйте, друзья! Меня зовут Макс Погорелый, я нутрициолог, кандидат наук, и ко мне очень часто обращаются с вопросом о том, как правильно питаться женщинам, которые перенесли рак груди или которые хотят избежать этого страшного заболевания. В мире в более развитых странах каждая восьмая, в менее развитых каждая двенадцатая или каждая пятнадцатая женщина болеет раком груди, поэтому просто представьте себе, что каждая из десяти знакомых вам женщин потенциально может попасть под нож хирурга и радиотерапию. И для того, чтобы помочь женщинам избежать этой неприятной участи, а тем более избежать повторения рецидива рака на основании 25 научных исследований, мы выведем сегодня 12 научно обоснованных правил питания, и затем, для того, чтобы мое видео было наиболее практичным, я сложу на основании этих 12 правил демонстрационное антираковое меню и дам подробнейшую раскладку прямо по блюдам на завтрак, обед, ужин и перекусы на один день. Так что, пользуясь этой информацией, вы сможете составлять свое антираковое питание из любых продуктов. Как вы увидите, эта научно обоснованная информация будет противоречить массе фантазий и фейков, которые расплодились в интернете, но я для того и создал мою программу «Обман веществ», чтобы эти фейки и фантазии развеивать. Итак, поехали! Как всегда в моей программе «Отгонять муху лжи от котлет правды» мы будем с вами, основываясь исключительно на результатах научных исследований. Сегодня их 25, номер каждого научного исследования будет стоять на соответствующем слайде, а список всех научных исследований вы сможете скачать по специальной ссылке в самом конце этого видео. Все рекомендации я разместил на специальных слайдах, их можно фотографировать, и я буду каждый раз вас предупреждать о том, что это рекомендация, фотографируйте ее, и тогда по окончании видео у вас будет полное руководство к действию. Если же вы захотите получить все эти рекомендации в одном файле и в хорошем качестве, и при этом поддержать мой канал, то пишите, пожалуйста, в мой чат, ссылку вы видите сейчас на экране и найдете в описании к этому видео. Там вы сможете получить и эти полезные материалы, и конспекты других моих видео, и целую кучу других полезных материалов, которые помогут вам питаться правильно за очень скромную цену всего в 5 долларов, которые помогут нашему каналу развиваться дальше. Спасибо вам большое и поехали! Главная причина, по которой я откладывал создание этого видео, был очень простой вопрос. Зачем оно вообще, если в интернете есть колоссальное количество информации о том, как питаться против рака груди? Наберите рак груди, питание, и вам порекомендуют либо какую-нибудь средиземноморскую диету, или какую-нибудь даш-диету, или даже кето-диету. И все, казалось бы, очень просто, но когда вы попытаетесь составить меню для себя по всем этим рекомендациям, то обнаружите, что они очень сильно противоречат друг другу. Где-то разрешается есть молочку и сою, где-то она рекомендуется, где-то ее запрещают есть. В каких-то диетах рекомендуют есть поменьше жира, а кето-диета вообще основана в основном на жирах. Но и это даже не самое главное. Ведь даже если вы возьмете рекомендации одного научного исследования, которое создало диету, которое снижает риск рецидива рака груди на 40% почти в полтора раза, и сравните рекомендации этого исследования с рекомендациями нескольких десятков других исследований, то вы обнаружите крайне странную вещь. Посмотрите сейчас на экран. В этой таблице собраны результаты нескольких десятков исследований, которые определяли то, как конкретные виды продуктов усиливают или уменьшают риск рецидива рака груди или заболевания раком груди. Белые клеточки – это отсутствие любого влияния. Светло-серые – слабое положительное влияние. Темно-серые – сильное положительное влияние. И черные – сильное отрицательное влияние. И как вы видите по полезным продуктам, одни и те же самые виды полезных продуктов, например, фрукты, овощи или бобовые, в одних исследованиях оказывали положительный эффект и сильный эффект, в других исследованиях этот эффект был слабо положительным, в каких-то исследованиях те же самые продукты не оказывали никакого влияния на рак груди, а в некоторых они даже усиливали риск рака груди, как в последнем исследовании, где фрукты и бобовые увеличивали риск рака груди, в отличие от других исследований, где они риск рака груди уменьшали. То же самое и по вредным продуктам. В каких-то исследованиях сладкие напитки не оказывали никакого влияния, а очищенные зерновые продукты оказывали слабо положительное влияние, и в других исследованиях те же самые продукты оказывали сильное отрицательное влияние, то есть увеличивали риск рака груди или риск рецидива. То же самое и с красным мясом, и мясопродуктами, и с насыщенными жирами, и с жареной пищей. Это что? Это лишнее доказательство того, что на науку опираться нельзя, потому что научные исследования всегда противоречат друг другу? Нет, друзья. Причина этого странного, на первый взгляд, разнобоя абсолютно логична. Дело в том, что одни и те же самые продукты оказывают разное влияние, когда они употребляются в разных рационах, то есть в разном количестве и в разном соотношении с другими продуктами. Тогда полезные продукты могут не оказывать никакой пользы или наоборот приносить вред, а в полезных рационах даже вредные продукты могут не оказывать своего вредного действия. Чем более сбалансирован и здоров ваш рацион в целом, тем больше пользы приносят вам полезные продукты, и тем меньше вреда приносят продукты вредные. Поэтому даже небольшие отступления во что-нибудь вредненькое не принесут вреда, если ваш рацион в целом сбалансированный и здоровый. И наоборот, даже полезные продукты в несбалансированном и вредном рационе пользы приносить не будут. Именно поэтому в этой таблице есть еще отдельная графа индекс здоровости питания. И чем более высок этот индекс, то есть чем большее количество здоровых продуктов в правильных здоровых соотношениях друг с другом входит в этот рацион, тем лучше он защищает от рака груди, и тем меньше вреда приносят вредные продукты. И именно для того, чтобы вы сами научились из практически любых продуктов составлять наиболее правильный и сбалансированный рацион, нам и понадобятся эти 12 научно обоснованных правил антиракового питания. Ну и в конце я дам вам конкретные примеры, для того чтобы вам легче было ориентироваться и составлять ваше ежедневное меню на каждый день. Поэтому для начала мы определимся с вами соотношением различных продуктов, которые определяют 4 основных параметра антираковости вашего питания. Это уровень закисления, количество сахаров, жиров и белков в рационе. И затем уже пройдемся по некоторым конкретным специфическим продуктам, для того чтобы вы могли выбирать наиболее антираковые из, например, всяких общих овощей. А для того, чтобы вам было еще легче ориентироваться в том, насколько ваш рацион сбалансирован, я создал специальный бесплатный онлайн-тест сбалансированности вашего питания. Я рекомендую вам пройти этот тест до того, как вы начали менять ваше питание, чтобы знать, с чего вы стартуете. И затем, когда вы внесете все изменения, вы сможете снова и при необходимости снова проходить этот тест и понимать, насколько ваше питание более или менее сбалансировано. Ведь со мной вы всегда сможете узнать, как питаться правильно. Классно было в детстве. Всегда можно было спросить «Мам, а я все правильный». А что делать, если вы сами уже «Мам»? У кого спросить и с кого потом спрашивать, если ваше питание грохнет ваше здоровье? Меня зовут Макс Погорелый. Я диетолог с 25-летним опытом и кандидатской степенью. И вы просто можете спросить меня «Макс, а я все правильный». Ну давайте проверим, скажу я вам. Вот вам мой бесплатный онлайн-тест с балансированностью вашего питания. Проходите по ссылке в описании в мой чат. Отвечайте на 32 простых вопроса. Например, как часто у вас бывает неодолимое желание что-нибудь пожрать? Любите ли вы сладенькое? Или тянет ли вас на солененькое? И получайте мои рекомендации. Мы называем это 6 научных параметров полезности питания. И по ним вы сразу узнаете и о том, какие изменения вам внести в ваш рацион для того, чтобы все поправить. И там же в чате вы сможете задать мне ваши вопросы. Так что жмите на ссылку и все будет правильно. Ну что ж, переходим к рассмотрению 4 главных параметров, которые и делают ваше питание антираковым. Или наоборот провоцирующим рак и провоцирующим рецидивы рака. Кстати, один из 6 параметров, по которому я оцениваю ваше питание, когда вы проходите тест, является риск раковых заболеваний. А второй главный параметр – это так называемый уровень закисления вашего организма. Это чисто научный параметр, который называется уровень кислотной почечной нагрузки. Он точно рассчитывается и он не имеет ничего общего с теми фантазиями о закислении, которые распространяются в интернете. Так вот, уровень общей кислотной почечной нагрузки очень существенно влияет на риски рака груди и рака в целом. В науке этот параметр называется PRAL – Potential Renal Acid Load – потенциальная кислотная почечная нагрузка. И чем он ниже, то есть чем более отрицателен, PRAL, тем ниже риск рака или ниже риск рецидива. Повышают PRAL так называемые закисляющие продукты и в их число входят все белковые продукты, включая растительные, включая орехи и бобовые и особо закисляющими являются красное мясо, рыба, молочные продукты и яйца. Также закисляют и все зерновые продукты, какими бы они ни были, а ощелачивают фрукты, овощи и зелень. И все продукты, которые делаются из них, то есть даже чай или кофе – это ощелачивающие продукты. Вино, кстати, тоже. И первый принцип антираковой диеты состоит в том, чтобы количество ощелачивающих продуктов было достаточным для того, чтобы компенсировать закисление, которое происходит от продуктов закисляющих, потому что нам нужны и те, и другие. Важно их соотношение. Поэтому, чем больше у вас в рационе продуктов ощелачивающих, понятное дело, до разумной степени, тем более антираков ваш рацион. Помимо влияния на рак, чем ниже почечная кислотная нагрузка, тем ниже риск заболеваний сердца, ниже риск диабета и ниже риск болезней почек и камней в почках. Уровень прал рассчитывается в целом из всех продуктов, которые вы съедаете за день, и когда я рассчитываю сбалансированные рационы, то прал является одним из 14 параметров, по которым я веду расчет по всей пище в целом. Понятное дело, что есть специальные научные исследования, есть куча таблиц с каждым из видов продуктов, в котором рассчитан их прал, и вы можете сесть, заморочиться и посчитать почечную кислотную нагрузку всей вашей пищи в целом. Но в этом нет нужды, потому что для составления вашего ощелачивающего рациона вы можете руководствоваться простым правилом. Пожалуйста, фотографируйте нашу рекомендацию номер один. Количество так называемых ощелачивающих продуктов, то есть овощей, фруктов и зелени, должно быть в 2-4 раза больше по весу, чем количество так называемых закисляющих продуктов, то есть птицы, рыбы, мясо, молочки, орехов, бобовых и зерновых продуктов. И это и есть тот первый параметр, по которому мы определяем соотношение различных продуктов в антираковом рационе. Следующий параметр это уровень гликемичности рациона, то есть то количество сахаров, которые попадают в вашу кровь при употреблении всех продуктов. Не каждого конкретного, а смеси продуктов, ведь вы редко едите что-нибудь одно. Все, кто интересовался антираковым питанием, уже слышали о том, что раковые опухоли питаются сахаром, и поэтому нужно исключить весь сахар из вашей пищи и питаться в основном жирами, как рекомендуют какие-то диетчики, и вот тогда риск рака будет наименьшим. К жрам мы сейчас с вами перейдем, а по поводу сахара есть в принципе какая-то правда в этом высказывании, но это правда не вся. Да, если мы посмотрим на шансы заболеть раком груди в зависимости от употребления сладостей, то мы увидим, что женщины, которые употребляют сладкое чаще 5 раз в месяц, имеют шансы заболеть раком груди приблизительно в полтора раза выше, чем те женщины, которые не едят сладкого вообще. Значит ли это, что надо полностью и навсегда отказаться от всего сладкого? В идеале да, но мы живем с вами в неидеальном мире, никто из нас, включая меня, не идеален, и в принципе научные исследования и не требуют полного исключения сахара. Дело в том, что сахар и любые продукты, которые повышают уровень сахара в крови, вредят нам только в том случае, если мы употребляем их, опять же, в неправильных количествах и в неправильных соотношениях с другими продуктами, и об этом четко говорят научные исследования. И для того, чтобы иногда позволять себе сладенькое, нужно понимать то, как именно употребление сладостей вписывается в общую структуру вашего питания и в общий образ жизни. Именно поэтому при расчете сбалансированных рационов я учитываю целых три параметра, которые влияют на то, каков будет уровень сахара у вас в крови после употребления разных продуктов, включая сладости. И главный параметр, который позволяет поддерживать низкий риск от употребления любых продуктов, которые поднимают уровень сахара, это общее количество клетчатки в вашем рационе. И научные исследования четко показывают, что чем больше вы употребляете клетчатки, тем ниже риск у вас и рака груди, и любого другого рака. И происходит это в частности из-за того, что пища с высоким количеством клетчатки не позволяет сахару подниматься очень высоко, даже если вы съедите какую-нибудь конфету или пироженку после продуктов, в которых есть много клетчатки. Параметр, который это определяет, называется гликемичностью. И уровень гликемичности мы также показываем после прохождения бесплатного теста. И общий принцип составления антиракового питания вы видите сейчас на экране. Чем больше вы употребляете низкогликемичных продуктов, то есть тех, которые мало повышают уровень сахара в крови, тем ниже риск рака, а чем больше в вашем рационе по отношению к другим продуктам, тех продуктов, которые высоко поднимают уровень сахара в крови, то есть высокогликемичных, тем выше риск рака. Фотографируйте вторую рекомендацию, которая позволит вам иногда баловать себя сладеньким. Сладости сильно повышают риск рака груди и риск рецидива, но иногда, 2-3 раза в месяц, можно позволить себе сладости, которые содержат сахар. Но их следует употреблять только после еды, которая содержит большое количество овощей или после белковой пищи с овощами. Тогда уровень сахара в крови не будет подниматься очень высоко и риск будет существенно ниже. Но в любом случае лучше использовать вместо сладостей с сахаром сухофрукты и фрукты. Фрукты, скажете вы? Да нам какие-то диетчики прожужжали все уши о том, что фрукты это прямой путь к раку. Правда это или нет? И вообще стоит ли переходить на более высокожировую диету и исключать всякие крупы и сладости, мы с вами сейчас узнаем. А по поводу фруктов я порекомендую вам посмотреть мое специальное видео, в котором я развеиваю все фантазии о фруктах и рассчитываю то оптимальное количество фруктов, которое позволяет оставаться здоровым. Кроме этого видео я порекомендую вам сегодня посмотреть еще несколько моих видео. И для того, чтобы вам было легче их найти, пожалуйста, пишите мне прямо в чат, в тот самый чат, в котором вы и будете проходить бесплатный онлайн-тест, если вы не сможете найти эти видео в ютубе. И я там с удовольствием дам и ссылки на эти видео и отвечу на ваши вопросы. А мы с вами переходим к жирам и попутно обсудим и те белковые продукты, которые содержат жиры, потому что жиры и белки неотделимы друг от друга. Итак, жиры. Высокожировые диеты или даже кето-диеты в интернете пропагандируются десятками людей, которые представляют их как главное лекарство от рака. Я говорю сейчас о всяких бергах, шишоненных, мясниковых и иже с ними. Но научные исследования не просто не подтверждают этих рекомендаций. Они прямо говорят о том, что нет никаких доказательств, что низкоуглеводные или высокожировые диеты или кето-диета как-либо уменьшает риск рака. Более того, научные исследования показывают, что чем больше углеводов в пище, тем ниже риск рака груди и риск рецидива рака. Важно, какие это углеводы. Важно, чтобы эти углеводы были низкогликемичными, то есть сложными углеводами, которые мало повышают уровень сахара в крови. Более того, чем больше жира в вашем питании, тем выше риск рака груди. Например, при диете с 50% калорий из жира риск рака груди был в 2,6 раза выше, чем на точно таком же питании, но при 30% калорий из жира. А для тех женщин, которые перенесли рак в груди, уменьшение количества жира в пище чрезвычайно важно. В этом исследовании ученые 15 лет наблюдали за женщинами, которые вылечились от рака груди. И оказалось, что те женщины, которые были на наиболее низкожировой диете, приблизительно 20% калорий из жира, у них смертность была на 22% ниже, чем у тех женщин, которые были на диете с большим содержанием жира. Подробнее о том, как большое количество углеводов и большое количество жиров влияют на риск разных видов рака, я рассказал в отдельном видео. Жир или сахар, смотрите его обязательно. И о том, можно ли лечить рак кето-диетой, я тоже рассказал в отдельном видео. Да, некоторые виды рака действительно лучше лечатся при переходе на кето-диету, но это небольшое количество видов рака, а другие виды рака, наоборот, усиливаются при переходе на кето-диету. Так что кето-диета при раке это абсолютно не панацея и нужно знать конкретно к какому виду рака принадлежит тот рак, который не дай бог затронет больного человека и тогда уже можно решать о том, стоит ли использовать кето-диету для лечения или нет. Однако для того, чтобы ваше питание уменьшало шансы заболеть раком или шансы рецидива рака, важно не только общее количество жира в ней, но и то, какие именно жиры вы употребляете. Первый параметр это соотношение полиненасыщенных жиров к насыщенным. Чем больше в вашем питании полиненасыщенных жиров, тем меньше риски рака и чем больше насыщенных, тем соответственно риски рака выше. Из полиненасыщенных жиров состоят растительные жидкие масла, а из насыщенных состоят все твердые жиры и растительные и животные. Сало, смолец, сливочное масло, кокосовое масло и пальмовое масло все это вредные насыщенные жиры и фотографируйте пожалуйста нашу рекомендацию номер 3. Для снижения риска рака груди и риска рецидива показана низкожировая диета с 20-25% жиров в пище. Следует полностью отказаться от употребления насыщенных жиров. Это сало, смолец, сливочное и кокосовое масло, а особенно вредно топленое масло. Смотрите мое видео о топленом масле. И дополнительно очень порекомендуемое видео о масле кокосовом, масле оливковом и о выборе масел для жарки. Хотя о том полезна или вредна жареная пища при раке груди мы с вами тоже сегодня поговорим. Смотрите эти видео на канале, если не найдете, пишите в чат, я дам ссылки и помните о том, все люди, которые рекомендуют вам готовить на животных жирах или есть животные жиры, это все женоненавистники, которые прямо толкают вас под нож хирурга. Но при этом и полиненасыщенные жиры нужно употреблять правильно, потому что они делятся на две большие группы, омега-6 и омега-3. И соотношение омега-6 к омега-3 имеет решающее значение для того, будет ли ваша пища провоцировать риск рака и усиливать риск рецидива или наоборот уменьшать его. Омега-6 содержится и в растительных продуктах, и в животных продуктах, и поэтому избыточное употребление даже, казалось бы, полезных растительных продуктов, таких как льняное семя или грецкий орех, приведет к избыточно большому количеству омега-6 и увеличит риск рака. В целом, для того, чтобы обеспечивать наилучшие параметры здоровья, ваше питание должно содержать одну часть омега-3 на 4-6 частей омега-6, и это абсолютно достижимые вещи. Я сейчас дам вам еще 4 рекомендации, которые помогут этого добиться. Во-первых, нужно помнить о том, что во всех животных продуктах есть животная омега-6 арахидоновая жирная кислота. И поэтому необходимо ограничивать и количество животных продуктов, и особенно количество жирных животных продуктов для того, чтобы уменьшить количество этой омега-6 арахидоновой жирной кислоты и таким образом сделать ваш рацион противораковым. Фотографируйте, пожалуйста, рекомендацию номер 4. Следует исключить из рациона вообще и навсегда все красное мясо, утку, потому что в ней очень много арахидоновой жирной кислоты, сало, сливочное масло, кокосовое масло, а также те растительные масла, которые в основном состоят из омега-6. А это подсолнечное, кукурузное, соевое, кунжутное, виноградное, тыквенное и расторопшивое. Некоторые из этих масел, например, как тыквенное, можно употреблять в качестве лекарства, но в небольших количествах и очень дозированно, а остальные лучше не употреблять никогда. Мы рассматриваем вместе и белковые продукты, и жировые продукты, потому что белки и жиры всегда тесно связаны в продуктах, и полезность этих продуктов определяется и количеством жира, и количеством тех других веществ, которые есть в этих продуктах. Омега-3 жирные кислоты, которые снижают риск рака, находятся, во-первых, в растительных продуктах, прежде всего в грецком орехе, льняном семене, но они есть также и во всех фруктах и овощах, пусть и в небольшом количестве, но когда мы употребляем достаточно фруктов и овощей, то мы получаем достаточное количество этих полезных растительных омега-3. А так называемые морские омега-3 находятся в морской жирной рыбе, а в постной или речной рыбе этих омега-3 практически нет. Поэтому растительная пища, жирная морская рыба и те орехи и семечки, в которых есть омега-3 и будут теми полезными продуктами, которые будут увеличивать количество полезных жиров вашей пищи. А что же с молочными продуктами? Молочку очень часто обвиняют в том, что она только увеличивает риски рака и поэтому многие антираковые диеты рекомендуют исключить все молочные продукты и они не просто ошибаются, но и вредят вам. Дело в том, что увеличивает риск рака только употребление не сквашенного молока, а все ферментированные молочные продукты, то есть сквашенные, я говорю сейчас о сыре, твороге, кефире и йогурте, только уменьшают риски рака, если они низкожировые. И как вы видите из этого графика, чем выше употребление низкожировых кисломолочных продуктов, тем ниже риск рака груди. И ниже всего он при употреблении этих продуктов 120 раз в месяц, то есть 4 раза в день. Следующая группа продуктов, которые содержат жиры, это орехи и семечки и вот с ними необходимо быть осторожными. В принципе, все исследования по питанию против рака груди показывают, что орехи и семечки оказывают очень незначительное воздействие на риск рака груди, но я рекомендую не переедать орехов и семечек, потому что в них много омега-6 растительных, которые при избыточном употреблении могут повышать риск рака. И используя эту информацию, мы можем вывести наши рекомендации 5 и 6. Употребляйте они чаще 2-3 раз в неделю. Постные части курицы, индейки или перепела. Также можно употреблять и кроликов, это тоже белое мясо. Низкожировое молоко тоже можно употреблять в небольших количествах, но не более 2-3 раз в неделю. Но в идеале вообще нужно отказаться от низквашеного молока и можно перейти на растительные заменители. Например, овсяное или соевое. О сое еще поговорим. А любых семечек и орехов, кроме грецкого ореха и семени льна, можно употреблять не более 30 граммов в день. И рекомендация номер 6. Основными продуктами, которые полезны для того, чтобы не болеть раком в груди, являются из масел те масла, которые содержат много омега-9 жирных кислот. В отличие от омега-6 и омега-3, омега-9 нейтральные. Это оливковое, миндальное, масло фундука, авокадо или горчичное масло. Также можно употреблять в больших количествах низкожировые молокопродукты, если они скисленные. Сыр, творог, йогурт, но ни в коем случае не сметану. Полезна морская рыба и морепродукты. И если вы не едите морскую жирную рыбу, то тогда необходимо употреблять рыбий жир для того, чтобы компенсировать недостаток полезных омега-3. Следующая группа продуктов это бобовые. О, сколько тут фантазий, особенно по поводу сои, которую голословно обвиняют в том, что вся соя ГМО, что в сои есть растительные фитоэстрогены, аналоги женского эстрогена, и поэтому соя увеличивает риск заболеваний женских органов и рака груди. Друзья, все это абсолютная чухня. Посмотрите на результат этого исследования, и мы видим, что употребление сои существенно снижало риск рака у женщин до менопаузы, у женщин после менопаузы, и также снижало и риск повторения рака груди. Причем, чем больше употреблялось сои, тем ниже был риск рака. Да-да, это та самая соя, которая якобы ГМО, в Европе не выращивают ГМО сою нигде. И это та самая соя, которую травят якобы раундапом так, что она просто разрушает наше здоровье. О том, как правильно употреблять сою и какие соевые продукты можно употреблять, смотрите в моем специальном видео о сои, ссылку вы уже знаете, где получить. Ну а если соя или тофу или соевое молоко вам не по вкусу, то вы можете легко заменить сою бобовыми продуктами. Они менее полезны, чем соя, но употребление любых бобовых снижает риск рака груди на 20 до 30%. Я снял целых 3 видео о бобовых, о том, как их правильно готовить, как правильно выбирать и какую другую пользу бобовые приносят нашему здоровью. И фотографируйте, пожалуйста, рекомендацию номер 7. Употребляйте через день грецкий орех по 3-4 ореха в день или семя льна по 30 граммов, обязательно разбить на 2 порции, размолоть и употреблять, либо добавляя в прохладную пищу, либо просто разводя с водой. А отварные бобовые нужно употреблять 4-6 раз в неделю и тогда вы будете здоровы. Руководствуясь этими рекомендациями, вы сможете сбалансировать ваше питание по различным жирам и по общему содержанию жиров. А при расчете рациона я учитываю эти рекомендации при расчете целых 4 параметров. Это общее количество омега-6, общее количество омега-3 во всех продуктах и соотношение омега-6 и омега-3 в разных продуктах, а также удельная калорийность пищи. При расчете рациона я вывожу точное количество всех тех продуктов, которые я назвал и точную частоту их употребления для того, чтобы все эти 4 параметра были оптимальными. Все эти рекомендации также будут полезны и тем женщинам, которые страдают от так называемых женских заболеваний. Я говорю об эндометриозе, миомах и поликистозе яичников. Я снял отдельное видео о том, каким образом правильно питаться для того, чтобы излечивать эти заболевания едой или по крайней мере затормозить их развитие. Очень рекомендую вам посмотреть это видео и мы переходим с вами к количеству белков. Потому что в отличие от других женских заболеваний, риск рака груди очень зависит от того, сколько белков вы употребляете в вашей пище. В целом исследования показывают, что низкобелковые диеты также способствуют уменьшению и риска рецидива, и риска заболевания рака. А также уменьшение количества белка в пище уменьшает скорость роста раковой опухоли. Но понятное дело, что тут необходимо тоже блюсти золотую серединку, потому что те диеты, которые содержат слишком мало белка, они наоборот ослабляют организм, ослабляют иммунитет и могут повысить риск рака или уменьшить шансы выздороветь от рака при его лечении. Оптимальным количеством белка является приблизительно 10% белка по калорийности, но это относится в основном к животному белку. Дело в том, что растительные продукты помимо белка содержат также и другие вещества, которые уменьшают риски рака. И поэтому, если вы даже будете употреблять 20% калорий из белка, но этот белок будет приблизительно наполовину состоять из растительного белка и животного белка, то риск рака будет у вас таким же, как при употреблении только животных продуктов при 10% белка в рационе. Когда я буду показывать пример антиракового рациона, я покажу вам приблизительное соотношение различных животных продуктов и растительных белковых продуктов, которые помогут вам обеспечить это здоровое соотношение растительного и животного белка. А при расчете сбалансированного рациона я учитываю количество белка по целым 4 параметрам. Первое – это, понятное дело, количество калорий из белка, не более 10-15%. Второе – это общее количество белка в граммах на килограмм веса. Третье – это относительный дефицит или профицит белка, то есть его больше или меньше того оптимального количества, которое вам нужно есть. И главный параметр – это соотношение растительного и животного белка. Все это рассчитывается и на этом основании я и создаю сбалансированные антираковые рационы. И фотографируйте, пожалуйста, нашу рекомендацию номер 8. Для снижения риска рака груди и рецидива этого рака требуется диета с невысоким содержанием белка. Приблизительно 0,8 – 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Приблизительно 10-15% белка по калорийности и при этом приблизительно половина всего белка должна поступать из растительных источников – фруктов, овощей, орехов и бобовых. Вот основные принципы, по которым мы балансируем 4 главных параметра антираковости. И теперь нам осталось с вами определиться с тем, какие продукты наиболее полезны для того, чтобы уменьшать риск рака, а какие нужно вообще навсегда исключить из вашего рациона. Сейчас мы к этому перейдем. Я только напомню, что у меня также есть и телеграм-канал. Это бесплатный телеграм-канал, а у меня есть еще и платный клуб, о нем я тоже сегодня расскажу. И я рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, потому что там я даю гораздо больше информации, чем могу дать в ютубе. Я пишу специальные статьи, даю полезные рецепты, а также там я размещаю ссылки на мои видео, которые вы можете смотреть не в ютубе, а на других платформах, в том случае, если ютуб будет заторможен или заблокирован. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании к этому видео и видите сейчас на экране. Подписывайтесь, там много вкусного и полезного. И если вы уже получили какую-то пользу, то сделайте полезненько и мне. Поставьте прямо сейчас лайк этому видео и подпишитесь, если вы еще не подписаны на мой канал, чтобы не пропускать следующих полезных и вкусных видео. Дело в том, что ютуб считает те подписки и лайки, которые делаются прямо во время просмотра, наиболее лакомыми. И если таких подписок много, то он шире раздает это видео и вы таким образом поможете также и большему количеству людей получить полезную информацию. Спасибо вам большое и переходим к конкретным продуктам, которые полезны и вредны при раке. Начнем с фруктов и овощей. Как вы уже знаете, фрукты и овощи это наши главные ощелачивающие продукты и поэтому их должно быть много, в 2-4 раза больше, чем всех ощелачивающих продуктов. В принципе, чем больше вы едите овощей, тем ниже рак груди, как мы видим из этого исследования. И употреблять овощи рекомендуется 3 раза в день на все главные приемы пищи. А фрукты, как бы их не пытались очернить черные диетологи, надо употреблять 2-3 раза в день. Что же касается общего количества, то вот это исследование определяло то, как количество фруктов и овощей влияет на риск рака в целом, включая рак груди. И оказалось, что чем больше вы едите фруктов и чем больше вы едите овощей, тем ниже рак груди. Это исследование остановилось на 700 граммов в день овощей или 700 граммов фруктов или 900 граммов и тех и других вместе. И все эти количества одинаково снижали шансы заболеть раком в целом. И самые полезные фрукты это цитрусовые. Именно они больше всего снижали риск рака груди и, кстати, помогают и при других заболеваниях. Также очень полезны любые ягоды. Чем они кислее и чем они темнее, например, черника или ежевика, тем больше они снижают риск рака груди. А также очень полезны персики. Даже небольшие количество персиков, 200-300 граммов в неделю, уже существенно снижали риски рака груди. Также полезны яблоки и груши по отдельным исследованиям. Но в целом все фрукты и ягоды очень полезны для снижения риска рака груди и любых женских заболеваний. Смотрите, пожалуйста, мое видео о фруктах, если вас запугали всякие черные диетологи и вы боитесь их есть. И фотографируйте, пожалуйста, рекомендацию номер 9. Для снижения риска рака груди и рецидива этого рака следует есть много фруктов. До 400-800 граммов в день. Наиболее полезными являются любые ягоды, все цитрусовые, яблоки, персики и другие фрукты. Смотрите видео о фруктах. Из овощей наиболее антираковыми являются две группы. Первая это так называемые луковые, в которые входят лук, включая обычный лук, репчатый и лук-порей и зеленый лук. Чеснок и черемша. Чем больше их употребляли, тем ниже была заболеваемость раком груди. Однако, друзья, не всякий лук полезен. И, как оказалось, употребление термообработанного лука, наоборот, увеличивает риск рака груди. Как, кстати, оно увеличивает и густоту крови. Смотрите мое видео о луке. Там я рассказал о том, какие количество лука полезны при каких заболеваниях и каким именно образом нужно употреблять лук для того, чтобы получить пользу вместо вреда. Также у меня есть видео и о чесноке, и о капусте. Квашеный и свежий и чеснок, и квашеную и свежую капусту тоже нужно употреблять правильно, а иначе можно не получить пользы, а наоборот, можно повредить некоторым органам. Капустные овощи – это вторая группа растительных продуктов, которая невероятно полезна для уменьшения риска рака груди. Причем, друзья, антираковыми свойствами обладает не только брокколи. Брокколи совершенно не является тем магическим антираковым продуктом, которым его пытаются представлять разные черные диетологи. Нет, любые виды капусты – белокочанная, краснокочанная, брокколи, цветная, брюссельская – все они невероятно полезны. Но напомню, что капусту нужно правильно употреблять людям, у которых есть заболевания щитовидной железы и поджелудочной железы. Смотрите мое видео о капусте, оба, и там я рассказываю, как избежать риска и повысить полезность людям, у которых есть эти заболевания. Третья группа овощей, которая невероятно полезна для уменьшения риска рака груди – это овощи, которые содержат много каротиноидов. Так называется громадный спектр веществ, он включает целых 3000 разных наименований. И в основном это те овощи, которые имеют красную, желтую или оранжевую окраску. Это морковка, тыква, свекла, помидоры, любые виды перцев. Все они невероятно полезны и нужно учитывать то, что каротиноиды лучше всего усваиваются из приготовленной пищи и обязательно при наличии жиров. Поэтому каротиноиды, например, из фруктов и из той самой хурмы или апельсинов усваиваются гораздо хуже. Поэтому готовьте те оранжевые, красные или желтые овощи, которые у вас есть и будет вам счастье. А еще одним продуктом, который содержит очень много каротиноидов является шпинат, но его тоже нужно есть правильно. Иначе вы очень легко можете получить камни в почках. Я снял специальное видео о том, каким образом уменьшить в два раза риск образования камней в почках при употреблении шпината. Смотрите его, там все рассказано. И фотографируйте, пожалуйста, рекомендацию номер 10. Для снижения риска рака груди и рецидива этого рака следует есть много овощей. До 600 тысячи граммов в день. То есть 600 граммов 1 килограмм. Наиболее полезным являются любые виды капусты, чеснок и лук, смотрите видео, как их правильно употреблять, зелень до 50 граммов в сутки, все красно-оранжевые овощи, паприка, помидоры, морковь, свекла, тыква, полезен и шпинат, смотрите видео, как правильно его употреблять. Следующий крайне важный параметр, который позволяет снизить риски рака, это уровень витамина D у вас в крови. Те женщины, у которых уровень витамина D в крови был 50 нанограммов на миллилитр, это несколько больше, чем рекомендуемые сейчас стандартные нормы. У них был риск рака груди в два раза ниже, чем у тех женщин, у которых был низкий уровень витамина D. Фотографируйте, пожалуйста, рекомендацию номер 11, в которой я свел результаты трех моих видео о витамине D. В этой рекомендации указан тот уровень витамина D в крови, которого следует добиваться препаратами, а о том, какие именно виды препаратов лучше всего повышают уровень витамина D, какие продукты нужно употреблять для того, чтобы повысить уровень витамина D, и какие дозировки препаратов употреблять для того, чтобы не навредить себе, смотрите в моих видео о витамине D, их уже три и планируется еще четвертое. Следующий продукт – это кофе. Его очень часто обвиняют в том, что кофе провоцирует рак, и это тоже абсолютно неправда. Кофе практически нейтрален для риска рака груди. Вот в этом большом метаобзоре, который объединил результаты 11 разных исследований, употребление кофе либо уменьшало риск рака груди на 10%, а в некоторых чуточку повышало всего на 1%, но в среднем употребление кофе уменьшает риск рака груди на 5%. Поэтому пейте одну-две чашечки кофе и будет вам счастье. Также для снижения риска рака груди полезен и чай, хотя особо сильного эффекта он не оказывает, но чай зато помогает при других болезнях. Смотрите мои видео о кофе и чае. И переходим к тем продуктам, от которых следует отказаться. Это всем известный фастфуд. Я думаю, что не нужно рекламировать его и рассказывать, насколько он вреден при раке. Нужно понимать, что даже употребление фастфуда несколько раз в месяц, 3-5 раз, уже существенно повышает риск рака груди. Поэтому отплевывайтесь и отворачивайтесь от любых Макдональдсов, KFC и всякой другой гадости. Во всем фастфуде не только много жира, причем вредного, неправильного жира, много сахара, много белка, но это еще и жареные продукты. А употребление жареных продуктов повышает риск рака груди приблизительно в 5 раз. Особенно вредны жареное мясо и рыба, потому что в них образуются гетероциклические амины, которые существенно увеличивают риски рака. Но даже растительная пища теряет свою пользу при жарке, поэтому старайтесь даже растительные продукты не жарить, а тушить или варить. Употребление жареных белковых продуктов чаще 5 раз в месяц уже увеличивает риск рака груди. И также следует полностью отказаться от употребления любого алкоголя. Вина, сидра, пива и тем более крепких напитков, потому что алкоголь существенно увеличивает риск рака груди. В любых количествах и любой. Каждые паршивые 10 граммов алкоголя в день, это приблизительно 20 граммов водки или полстаканчика пива, увеличивают риск рака груди в 7 раз. Поэтому фотографируйте нашу последнюю рекомендацию номер 12. Для снижения риска рака груди и рецидива этого рака можно пить 1-3 чашечки кофе в день, полезный чай, но следует полностью отказаться от употребления алкоголя, фастфуда и любой жареной пищи, особенно животной. Жареное можно употреблять не чаще 3-5 раз в месяц. Ну что ж, переходим к примеру рациона, но перед этим я хочу поблагодарить тех людей, которые делают для меня возможными съемку таких сложных, детальных, при этом непредвзятых и незаангажированных видео, потому что я ничего не продаю, кроме собственных идей и услуг. Под услугами я, понятное дело, имею ввиду расчет индивидуальных сбалансированных рационов, но и тут я даю вам максимум информации, которые позволят вам самим сложить ваш сбалансированный рацион, а ко мне вы всегда можете обратиться в тех случаях, когда вам что-то неясно или не получается сбалансировать рацион самостоятельно. Такое большое количество бесплатной полезной информации я могу давать вам только потому, что есть люди, которые поддерживают работу моего канала. Это прежде всего те спонсоры, которые поддерживают канал на ютубе, на платформе патреон и в бусти. Вы тоже можете поддержать мой канал на ютубе, нажимаете кнопочку спонсировать и получаете те плюшки, которые полагаются спонсорам. Также я очень признателен спонсору, которые поддерживают мой канал много лет на постоянной основе. Это Владимир, который поддерживает мой канал, оставаясь полуинкогнито. И вы тоже можете поддержать канал, купив полезные материалы. Я говорю сейчас о выдержке из этого видео. Все полезные материалы в одном файле и в хорошем качестве. Переходите в мой чат, это стоит всего 5 долларов. Или вы можете просто нажать сейчас лайк и подписаться на канал, и таким образом вы тоже поддержите мою работу. Спасибо вам большое и переходим к сбалансированному меню. Это реальное меню, которое я составил для моей клиентки. Ей 50 лет, рост 175 см, вес был 75 кг и у нее был средний уровень активности. У нее не было, к счастью, рака груди, но были все предпосылки по анализам, что этот рак может возникнуть. И также у нее был повышенный плохой холестерин, и мой рацион также помог ей снизить холестерин. Как видим по параметрам БЖУ, белков, жиров и углеводов, это оптимальный рацион против рака груди. Там 16% белка, 25% жира и 59% углеводов. Все эти углеводы низкогликемичные, как вы сейчас увидите. И рядом с кружочком диаграммы БЖУ вы видите большую таблицу. В ней я показываю то, насколько параметры питания этой конкретной клиентки соответствуют тем параметрам по содержанию разных белков, жиров, углеводов, закисления, о которых я только что вам рассказывал. По белковым параметрам все идеально с антираковой точки зрения. 6% животного белка и 10% растительного и 0,9 грамма белка на килограмм веса тела. Прал коэффициент закисления минус 5, идеально. Количество насыщенных жиров 7%, идеально, и это помогло ей также и снизить уровень холестерина в крови. Большое количество клетчатки уменьшает риски рака и помогает ей также употреблять небольшое количество сладостей и шоколада и сухофруктов, потому что такое количество клетчатки не позволяет сахару скакать слишком высоко. И то, что ее рацион абсолютно безопасен, показывает и уровень гликемической нагрузки, он 8, что является также и оптимальным. Соотношение омега-6 к омега-3 равно 4, абсолютно идеально. Общее количество омега-3 это 4,4 грамма, и при таком соотношении омега-6 к омега-3 и количество омега-3, также и количество омега-6 у нее оптимально. Смотрим, какой же рацион в неделю помогает обеспечить эти идеальные параметры. Смотрите, это таблица рациона, ту самую, которую я даю моим клиентам после расчета рациона. В ней указаны плюсиками те группы продуктов, которые вы употребляете в каждый день недели, от первого по седьмой. Также указано то количество продуктов, которые рекомендуется съедать в каждый конкретный день, причем по группам продуктов. Например, группа овощей, приготовленные овощи, может содержать любые овощи, которые доступны вам по сезону или по карману, или те, которые вы любите. Я посчитал в среднем те количество полезных веществ, которые вы из них получаете, поэтому вы можете очень легко жонглировать разными видами овощей, и поэтому готовить разнообразно, вкусно и по карману. То же самое относится и к другим группам продуктов. Группа орехи номер один, орехи номер два, орехи бывают разными, группа белого мяса, группа фруктов и так далее. То есть, используя эту таблицу, вы можете очень легко составить ваш личный сбалансированный рацион. И, как видите, этот рацион еще и содержит сухофрукты и шоколад, которые являются прекрасными заменителями тех сладостей, которые я не рекомендую вам есть. Используя эту таблицу как пример, вы легко можете сложить ваш собственный антираковый рацион. А теперь давайте рассмотрим один конкретный день, для того, чтобы вам было понятнее, как из рациона сделать меню на один день. Я выбрал наобум четверг. Взял в сети количество групп продуктов, которые отмечены плюсиками и разделил их на завтрак, обед, ужин и перекусы. Поскольку моей клиентке были рекомендованы также и перекусы из-за высокого уровня сахара в крови. А правильные перекусы позволяют эффективнее снижать сахар в крови. Фотографируйте, пожалуйста, этот пример полезного меню. И, как видите, это все абсолютно доступные подавляющему большинству людей продукты в доступных количествах и в доступных комбинациях. Вот, собственно, и все, друзья. Вся полезная и нужная информация уже у вас в руках. Если что-то будет непонятно, пожалуйста, пишите в мой чат. У меня есть много полезных материалов, которые помогут вам выбрать наиболее полезные продукты из всех возможных. Для дополнительной информации смотрите, пожалуйста, мои видео про самый полезный ужин, самый полезный завтрак и о том, как составить ваше сбалансированное меню на весь день. А желающие могут заказать сбалансированные лечебные рационы, которые помогут вам не только уменьшить риск рака груди, но и избавиться от большого количества разных болезней. От аллергических заболеваний до повышения уровня мочевой кислоты или холестерина. Также вы можете задавать все вопросы в комментариях, я с удовольствием там отмечаю. И спасибо вам большое за ваши интересы и внимание. С вами был Макс Погорелый. Программа «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения по девизам «Больше знаешь, крепче ешь», развеиваем мифы и фейки у питания. До скорых новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»